Настольная книга русского земледельца Вот А это мне осталось Я его приютил Когда он остался без жилья И его эпилептика Чёрт понёс на рыбалку И он утонул Просто утонул Я его хоронил по-настоящему Со священником Со всем Совершенно чужой человек Нашёл его маму на Украине И вот за всё это Я оказался Обладателем вот этой его книги Вот после того, когда он потерял жильё Это всё, что у него оставалось Вот эта настольная книга Вот так вот И если мы её откроем Нет, она Не шедевр Это не то, что Это 19 век Начало 20-го Это книга Для Столыпинских переселёнцев Так Ну, это издание уже современное Но, понимаете Оно переписано Но к одному Ну, видно же там По фотографиям По рисункам Вот По тексту Что это она же И Получилось так Что я теперь нашёл истоки Вот то, что Чуть ниже сейчас будем говорить Это есть то самое невероятнейшее Заблуждение Они пошли отсюда Вот отсюда Поняли? Вот Так что я не хвастаюсь Но она мне даёт возможность Отталкиваясь от того Что критикуя То, что было Повернуть оглобли Хотя бы чуть-чуть В нашу сторону И вот давайте смотреть Материалы, которые всё время Маячат в интернете Ой Яблони морозостойчивые деревья Сильный ветер Мороз Высушивает их кору Которая становится Хрупкой Ломкой Ну, естественно Вы думаете Их тут родина, что ли? В Сибири Подмосковье Или даже в Брянске Смотри Их родина Не Мигранты Чтобы избежать Этого Необходимо укутывать Растение на зиму Поможет уберечь Прятать надо Посадки до 7 лет Вот я до сюда До часа Плюну Пропускаю Ну, сами посудите У меня 7-летнее дерево Размером с баню Как-то я его прятать буду Прятать Вот Подготовка к зиме Да если уж яблони Это если она сама себя Не спасет Да на черт она вообще нужна 7 лет при этом Ладно Теперь вот эти глупости Которые И заставляют деревья Побирать раньше времени До наступления Заморозков Дерево Обильно поливается Вот Если бы Это Вот мой брат Подтвердит Он мне присылает Ссылки Которые На всех этих каналах И вот на каналах Там редко Когда там 50 тысяч Просмотров Обычно 100 200 300 500 800 Миллион Так И сразу Миллион человек Прочитав Вот это Вот это Начинает Обильно Поливать До наступления Заморозков Пусть даже Половина А во-первых На черта То есть Поливать Это не надо Это сейчас Объясню Но зачем Людям Вот так Подставлять Чем ты думал Создавая Эту статью Или Перекопируя Вот из этих времен Чем думал Еще нет Заморозков Значит Чистая Зеленая Листья Еще Месяц-два До созревания Почек И Засыпания Дерева А у нас Лето короткое Нельзя же поливать Ведь они Смотрите Когда обильно Поливает Считается Помогают Дереву На самом деле Дерево Гробят Объясняю Популярно Меня ругали За это Мол Говори как надо А я говорю Надо не поливать Ну тогда и говорить Все Надо не поливать Надо не перекапывать Почву По деревьям Надо не это Надо Не прищипывать Не это Не это И получается Все Больше говорить Не о чем А мы 205 Вебинаров Говорим Зачем тебе Обильно поливать Что при этом Происходит Для этого Надо знать Для чего Дерево Вода Уже Знает А что такое Излишки воды Оно Тут же Перестает Готовиться К зиме Ему нужно На лист бросить А обильный полив Означает Выдавливание Кислорода Из почвы И Прекращается Подготовка Листьев Зеленых Зиме Вместо того Чтобы постепенно Ну мягко говоря Засыпать Умирать Они наоборот Остаются на дереве До тех пор До тех пор Пока Все излишнюю Влагу Вашу Вот эту обильную Не Не высосут Из земли И внизу В районе корней Не будет Нормального Положения Ну вам Вот в окно Вот Вы сидите Пишите эту статью Или там Это В окно Кто-нибудь Там подъехала Пожарная машина Бразбой Засунули Вам форточку Открытую И обильно Полили Чтобы Чтобы Там плавало Все До потолка До люстры Вода стояла Ну вы же думаете Чем Людей Голову Мороз Да еще и заставлять Сознательно Гробить деревья Короткое Лето Не сбрасывать Листу Деревья Поливаемые Я каждый раз И столько раз Говорю Наука Должна Один раз Повернуться Не только там Скресивать Сорта Плюс Б При этом Кастрируя Это А должна Провести Серию Опытов Например Это Каждому Институту Потому что Надо потом Сравнить данные Еще Где-то будет Не так Относиться К этому Как Добросовестно По принципу Они нам делают Что платят А мы делаем Что работаем Представляете Наука В каком состоянии Итак Сто деревьев Желательно Вот они Семечки Вот у меня Вот столько Трехлитровой банки Все Или сто априкосов Сто груш Сто вишин Которые Вот И Тут же рядом На следующей грядке Чтобы вообще Одинаково Вторая сотня Эти обильно Поливаем А вторые Не трогаем И так Год за годом Не один год Можно сказать Ауктус Через несколько лет Знаете Что такое Через несколько лет В один год До этого Белиржа Другой Мертвый Где середина И зимы не было И все было нормально И стои Ходят вокруг Человек А потом я спрашиваю Мало того Что этот человек Мне сказал Что Знаете Как он сказал Я почему не говорю Потому что Известный Садовод Сайногорский Я не только Подзимний Полив Сделал А еще Когда было Вот теперь Уже где-то В ноябре Я еще Поливал А весной У него не проснулось Пять яблок А перед этим Они давали Небольшие Урожаи Огромные Вот А я с таких То И Находил Это Константинович Приезжай У меня Яблони Мертвые Вот Пожалуйста Надо Проделать Эти Я говорю Не вам Я говорю Пустоту Вы там Меня слышите Но вы же Этого делать Не будете Сто полили А сто Не поливали Ну так же И другие Все критикуют Так же Принцип Такой А Макарова Алексей Иванович Волшебник Смешься Никогда Не приедет Волшебник В голубом вертолете Смешься 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 Смешься